Привет, друзья! Мы в Германии закупились лукой в Mülleri и в Lidl, и теперь двигаемся домой. Сегодня, наверное, вам покажу, что мы взяли. Но взяли в основном всё такое самое основное. Салат, мясо, молоко, мюсли, всё стабильное, что обычно берём. Всё, проставили с лукой печати, и теперь идём на свою родную швейцарскую сторону. Двенадцать часов. Мы успеваем как раз-то с Нолоса вернуться. Двенадцать часов. Бьют колокола в церквях во всех. Они бьют каждый час, иногда без пятнадцати, иногда, кстати, ещё в пятнадцать минут. Но не всегда, а в основном вот в полные часы. Какая красота у нас здесь. На нашей швейцарской стороне. Двочки посадили. Видите, на глазки. Райан спокойный. Солнышко. Она вот уже сидит, обедает, допивает. Мне кажется, такой вид с ресторана очень классный. Мы ни разу здесь ещё не были. Помочь себе вылезти? Ну что, сейчас быстро пробегусь по нашей закупке. Вот это всё мы купили на 100 евро где-то. Килограмм андейки, килограмм курицы, рыба. Четыре по сто двадцать пять. Три таких кокусты для букета. Это масло, огурцы, ягоды, киндеры, филадельфия, моцарелла. Тут плюс томаты, яйца, печеньки. Луиса забравила. Я заколку, которую я для работы купила. У нас все киснеки и нинжир. Каштур молоко. Кукуруза Луиса. Две кашки взяла, думаю, не по вам. Думаю, что скучился. Это для волосиков, это для работы, маме. У нас такой валик такой специальный. Реснички для работы взяла. Потому что в последнее время стали спрашивать. Хотя, честно сказать, моду на обмороженные ресницы давно уже пришло. Так, памперсы, мюсли, скраб для тела Веледа. Появился такой первый раз, его увидела, решила попробовать. И гель для душа. Печеньки на усу банановые. Бивы. И вот такие вот тоже с ней писать. Молочко и влажные салфетки. Самые любимые салфетки от памперс. Потому что они прям вообще вот мокрые-мокрые. 90% воды. Никаких примесей, никаких запахов нет. Прям вообще обожаю их. Отлично отмывают. У меня всегда на столе одна лежит пачка. Одна у меня в комнате лежит пачка. И прям обожаю, люблю. Так, ладно, буду кормить ребенка. Буду кормить ребенка. Что-то я сегодня утром завевалась. И, видимо, влажно так на улице. И все упало. Хотя обычно несколько дней держится. Буду кормить ребенка, укладывать спать. Еще вернусь. Вот такой вот осенний букетик у меня получился. Сейчас на стол поставим. Привет, друзья. Мы с Лойкой сегодня дома. Сейчас я вам покажу, почему. У нас на улице просто с часу ночи, наверное, где-то нереальный ветер. Там на балконе даже подсвечник снесло. Вот такая вот история. Там сдувает все. Сейчас он еще немножко подутих. Но даже Лойка не смог долго спать. Потому что вот жаль, если когда закрыт, прям ветер бьется о них. И очень шум большой. И та палка стучит. В общем, адский ветер на улице. Очень сильный. Вот так вот все задувает. Не знаю, где-то мы сегодня гулять или нет. Но как-то не очень хочется. Сколько мусора надуло. Сейчас немножко стульями париета, чтобы так не задувалось сильно скатерть. Но грязно, конечно. Ну, тут после госков надо будет еще помыть перед приездом. Родители Артура, надо будет убраться здесь на балконе. Ужас, конечно. Сколько грязи надуло за это время. Это уже ночь. Вот, смотрите, она прям в такие заломы. Давно уже ночью ее сдуло. Из катерти образовались аж заломы. Вот так вот. Цветы вроде после обработки нормально себя чувствуют. Вроде никакого паразита нет. Никто больше не облетает. Никакие паутинки. Ну, я про лимоны. Они появились. Единственное, они вот немножко светловатые. Вот здесь вот у нас были пораженные лимоны. Вот они с сухими листочками. Но я смотрю сейчас все чистенько. Никакого клеща нет. Но они вот еще немножко желтоватые. Не восстановлены. Плюс еще Артур их, конечно, подмородил. Поздно занес. Какие-то вот темненькие. Какие-то прям вообще светлые. Из-за того, что холодно им было. Холодно. Хочу уже начать пересаживать вот свой фикус. Надо, кстати, воды. Мама вчера подсказала, что можно, чтобы побыстрее корни пустил. Потому что у меня полтора месяца уже стоит. После того, как я обрезала вот тот. Подлить медовую водичку. Потому что корневин я не знаю, где здесь купить. Как он в местных магазинах называется. А вот с медом можно будет сейчас попробовать. Вот. Ну и сегодня, наверное, начну немножко убираться в Германии. Нам идти не надо. Начну потихонечку готовить. Готовиться и к работе, к субботной кисти. Мне надо обработать, косметику подготовить. И... Кстати, думаю, может быть, какие-нибудь рождественские чехлы купить. И пледы. Чтобы такое настроение было уже к Рождеству. Может быть, красные взять чехлы какие-то. Ну, короче. В субботу хотим сходить в Вонвель. Потому что у нас есть возврат налога на 90 евро практически. После покупки штор. И хотим на это набрать какого-нибудь рождественского декора. Возможно, там в Луйкину комнату. Возможно, просто сюда. Ну, вот, может быть, наволочки на подушке. Что-то, чтобы было такое... Ну, поменять немножко настроение. Что еще? Артур вчера заказал крепеж для проектора сюда. Поэтому я надеюсь, что все придет до приезда родителей. И мы сможем нормально посидеть на диване, посмотреть кино. Вот. Потому что в кинотеатре уже давно не были с этой пандемией. Плюс с рождением Луиса. А тут, возможно, ну, получится что-то да как-то. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Не знаю. Сегодня мне еще нужно продумать меню. Нужно убрать... Помыть обувь Луиса, который 20-го размера, из которого он вырос. Убраться там в коридоре, чтобы не было лишней обуви. Как говорю из родителей. Еще немножко расстроена, что... Вот костюм, который купила в H&M. Вы понимаете, они немножко оказались разного оттенка. Я там не заметила, быстро брала. И, видимо, ткань разная. Хотя вот по фурнитуре, по шнурочкам один в один. Штаны скатались. Неделю ношу, скатались штаны в катышке. Я уже вчера даже на Алиэкспрессе заказала всю новую машинку от катышек. Потому что мою я уронила, и там контакт отходит. Мне каждый раз, чтобы ей поработать, приходится ее разбирать. Подводить контакт. Потому что паяльной лампы у меня нету, чтобы это вспаять. Подводить контакт и заново собирать. Короче говоря, муторно все это я решила заказать себе новую машинку. Еще, наконец-таки, вчера мы оформили две посылки, которые я с лета не забрала. Мне не поместились в чемодан. И очень удобно, что Почта России. Там онлайн все оформляешь. Даже онлайн можно оплатить. Мне родителям осталось просто донести посылку до почты. И сдать ее. И все. Там полностью заполняешь всю декларацию. Адреса туда-обратно. Потому что для них это сложно, конечно, на немецком языке. Все это дело заполнить. Оплачиваешь, указываешь отделение, в которое принесут. Но, кстати говоря, даже не обязательно это отделение. Потому что они приехали, это отделение было закрыто. И они отнесли в соседнее. Ой, точнее, не закрыто. У них там компьютер подвис. И они отвезли в соседнее отделение. Там тоже приняли. И уже вчера посылка ушла в сортировку. При этом там было три варианта. Там был вариант на земном перее. Потом авиа. Авиа была на 200 рублей подороже. Я подумала, ну что это два франка. Как бы, ну, 2,50. Это не те деньги. А, и было ЕМС, которое в два раза дороже. Но что-то как-то, когда домик мы ЕМС доставляли с Москвы Луису на день рождения, он как-то быстро не пришел. Типа там за 10 дней. И поэтому я не стала ЕМС заказывать. Я заказала обычную доставку. Ну, и нормули. Надеюсь, что через, там, от 11 до 17 дней. Вот. Посылки, причем, там отличались практически на полкило или на килограмм. Но это не имело значения. Обе посылки. Каждая посылка там обошлась в 2,500, по-моему. 2,550, где-то там, ну, короче. 32 франка. Стоила вся эта история. В принципе, отсюда, если отсылать, вот посылка в Россию тоже 30 евро стоит. Если с немецкой стороны отсылать, со швейцарской, наверное, еще и дороже. Мы обычно на немецкую сторону переходим, отсылаем оттуда посылки в последнее время. И они, кстати, приходят достаточно быстро, причем там дичелом. Вот. Последний раз мы родителям на Рождество. Родители Артура отсылали на Рождество. Мы просили их отослать с немецкой стороны. И она дошла чуть ли там за 10 дней, что ли. В общем, они отослали, когда уже закончилось Рождество. Да, закончилось Рождество католическое перед Новым годом. В общем, и оно уже к Рождеству православному пришло в Россию к родителям. Да. Еще из новостей. А что еще из новостей? Да ничего. Вот пришло письмо, кстати, с музыкальной школы. Мы когда вернулись с Фортавентуры, после вот этих вот порывов Луиса к сцене, у меня встала задача отдать ребенка куда-то на курсы. И у меня постоянно стала приходить информация разная. То есть сначала я наткнулась на курс у нас в центре Ренфельдена, платный, каждый урок там 25 франков стоит. Ну, где-то в месяц это получается 200 франков. Там тоже танцевалка, музыкалка, пение, по-моему, у них только. И рисование. Луис безумно любит рисовать. Он меня постоянно заставляет. Ему, в принципе, нравится заниматься. Ему нравятся вот именно логические какие-то игры. И он их постоянно достает, просит с ним поиграть, где вот надо там всякие треугольнички, все такое вставлять. И также он постоянно просит открыть ящик с канцелярией, где лежат всякие карандаши, краски, пластилин. Вот эта вся история. И ему нравится это все делать. Поэтому у меня стала задача с художкой, с музыкалкой что-то такое определиться. В принципе, куда-то определить, потому что ему хочется общаться. А во дворе мы не всегда заставим детей. Потому что у нас сменился график. Он сейчас спит с полвторого до пяти. И как бы они выходят вот где-то вот либо до, либо после. В общем, мы не пересекаемся в последнее время с знакомыми нам детками. Лео, наш любимый, вышел в садик. И мы с ним тоже не пересекаемся. И вот такая проблемка встала. Вообще не ребенка, а со сверстниками. И сначала вот мы нашли ту школу. Я все собирала-собиралась тут сходить. Потом во дворе разговаривала с соседкой. Она сказала, ой, у нас тут шпильгруппа есть недалеко. Может быть туда. Но там, правда, с двух лет только. То есть до февраля она нам, в принципе, не светит. Там можно детей оставлять на три часа. Стоит это дело 125 франков. И я, в принципе, тоже хочу туда Луиса отдать. Потому что ему нужен немецкий язык. Артур с ним не так много разговаривает на немецком. Потому что, в принципе, его очень редко видит. Что они там вечером пообщаются часик. И утром иногда уходит Артур, когда Луис еще спит. Ну и, соответственно, по субботам, когда они вдвоем. Когда я на работе. И то, я не уверена, что он с ним именно на немецком разговаривает. Потому что у него уже не хватает терпения. Мы как-то упустили этот момент немножко. Я, точнее, Артур, говорила. Говори с ним на немецком. Говори с ним на немецком. Чтобы он тоже понимал. Артур с ним принципиально говорил в первое время на русском. И сейчас получается так, что я постоянно с ним на русском. И Луис прекрасно вообще может показать на русском языке ручки, ножки. Все части тела он показывает. Все на русском. Картинки на русском. Коров, животных. Все на русском. Он спокойно показывает. А на немецком. Потому что у меня задача, чтобы у него был русский язык. Немецкий. Он в любом случае здесь, конечно, выучен. Но просто у него будет проблемка, когда он пойдет в садик. Что он первое время не будет понимать. И для него это тоже будет стресс. Вот. И для него сейчас уже стресс. Когда папа с ним говорит на немецком. Он немножко... Он долго думает, что от него хотят. Ну, то есть, если я ему даю какие-то просьбы. Прошу его принести что-то на русском. Он быстро. Соображает и делает. А на немецком он думает. Вот. Причем он даже уже какие-то слова на татарском выучил. Типа там «Ай да». Нет. Он может. Говорит. И это даже он больше понимает, чем немецкий. Потому что я ему иногда татарские мультики включаю. И, ну, как-то так. А вот с немецким проблемка, короче говоря. Поэтому я его хочу отдать вот эту шпиль-группу. Потому что они там и немецкие, и плюс он адаптируется. Они там играют, в походы ходят. Такая вся история. Но это только с февраля. И тут нам пришло письмо счастья из музыкальной школы. Я прям так обрадовалась, потому что музыкальная школа у меня тоже у самой не закрытый гештальт. Я все пытаюсь. Хочу купить пианино, но это будет уже после сдачи. Потому что все постепенно, короче говоря. И вот, конечно же, мне хочется, чтобы у ребенка тоже была и музыкалка, и художка. Потому что я вижу, что он к этому тянется. И пришло вот такое письмо. Правда, я думала, что это все будет попозже, хотя бы лет с трех. Но оказалось, что у нас здесь есть музыкальная школа. Она же художественная. Структура примерно такая же, как в России. И вот они здесь пишут, что танцы, музыка и так далее. И что можно аж с 20 месяцев отдавать. Стоит это все удовольствие. 200 франков в семестр. Ребята, в семестр. Один раз в неделю. Правда, тут с родителями, с бабушками, с дедушками можно приходить и заниматься. Есть пробные занятия. И два дня у них представлены, в которые можно прийти. Поэтому хочу сходить с ребенком на пробные занятия. Единственное, я так понимаю, что это частично кантон покрывает. Тут же у них все, в принципе, музыка. Очень многие с музыкальным образованием. Потому что, когда проходят вот эти фестивали огромные, там уже столько людей, все с барабанами. Я думаю, откуда они столько музыкантов берут. Вот такая вот история. Я так понимаю, что частично кантон, потому что для Швейцарии 200 франков в семестр. Я не знаю, что у них семестр, наверное, тоже полгода считается. 200 франков в полгода. Это вполне адекватная цена. Потому что там в этой же школе есть и для взрослых. Но там уже неадекватная цена, типа 2000 франков за курсы. Я думаю, что проще самостоятельно, наверное, доложить изучение фортепиано. Либо вот на немецкой стороне есть даже русскоговорящий преподаватель, с которым можно заниматься. Вот так вот. Так что, да, хотим сходить попробовать отдать ребенка. Может быть, танцевалку для музыкалки рановато, наверное, все-таки 20 месяцев. Хотя песенки он уже подпевает. Такие вот новости. Еще Артур на свой страх и риск вчера забронировал береты на Форт-Авентуру на март. По очень хорошей цене 170 франков из Базеля. Так что в марте планируем вернуться. Но посмотрим, как там будут дела с пандемией. Но просто лучше сейчас забронировать. И, возможно, потерять эти 170 франков, чем бронировать уже в марте. И потерять гораздо больше, потому что билеты будут гораздо дороже стоить. Вот так. Я пока что не знаю, что делать со своим днем рождения. Очень хочется куда-то съездить. Но уже два года к этому моменту начинается вообще какой-то полный трэш. Куча ограничений. Не знаю, тут поговорят, что их наоборот будут к Рождеству снимать. Но посмотрим. С одной стороны, мне хотелось девчонок собрать и отметить. С другой стороны, они все в разных кантонах. И не все, наверное, смогут приехать и так далее. Короче, не знаю. Либо вообще куда-нибудь хочется съездить. Но хочется съездить не... Ну, куда-нибудь вообще. Вот куда-нибудь на несколько дней, на выходные. Отметить. А у меня, получается, там еще среди недели. Не знаю. В общем, будем думать. У меня еще есть целый месяц думать. Фактически. И на что-то решиться. И посмотреть по обстановке. Так что так. Вот. Все новости. Так что на этом буду пока завершать. Спасибо, что посмотрели. Люблю, целую. Дальше вы снимаете уже в следующий день. Пока-пока. Да, не забывайте про лайки. Подписывайтесь на канал. В общем, погода не улучшилась. Я тут решила заняться рыбкой. Хочу сейчас две на пару. Минсулька на обед приготовить. У меня обычный лакс излипло. И две хочу засолить на выходные с плинчиком. Мою два кусочка. Сейчас поставлю нам слойцем. Два кусочка. Засолю. Да, контейнеры из-под рыбы. Я не мою. Я выкидываю в тот мусор, который идет под пресс. Который у нас нассортируется. Просто их. Мы редко выкидываем пластик. Раз в месяц вывозим. А контейнеры от рыбы они не отмываются. Что? Выкидывать их в пакет с пластиком, который стоит в кладовке. А это за грани. Так. Эту рыбку, которую нам слойка на обед, я просто сверху поцелю. Вот так. И поставлю в пароварку. А, раскидала нашел. Я была жирафиком. У нас. Так. Вторая варку. А эту рыбку, контейнер, на два кусочка. Две столовые ложки соли. Одну соль я просто розовую столовую, розовую морскую солью кладу. Вот такой вот. И одну я в последнее время кладу с такими прованскими травами. Вот тут фокус. Фокус, фокус, ты где? В общем, вот такое вот оно. Сразу с травками. Тут розмарин, тимьян. Все сразу. Вот такой дополнительный аромат рыбки дает. Ну и все. Перемешиваем, пропитываем ее со всех сторон. Промакиваем соль. Вот так. И кладем в холодильник на сутки. Через сутки я ее обычно достаю, промывая водой. И в морозилку, потому что в морозилке, после морозилки она лучше режется. Она как-то поровнее режется. Вот так вот все отправляем в холодильник. Да, малышка? Что такое? Что? Что потерял? Девушка, держи. Ой, мой. Да, держи. Вот зачем ты кидаешь? В бусинку. Эй, нельзя так? Что ты делаешь? Рыка. Ну и джио. И чем хулиганешь? Браво, браво. Не браво, браво. Нельзя приколчивать. Да, у меня осеннее обострение. Опять, наверное, дормить не дает мне покоя. Это все руки в экземпле. Не все, а вот конкретно два пальца. Поэтому каждый раз после работы на кухне, после работы с водой, тише, приходится мазать целестадерном, иначе это просто адская боль. Если у меня, когда приходишь в магазин, и тебя заставляют гелем обрабатывать руки, это просто вообще для меня, у меня здесь открытые раны, для меня спиртовой гель вылить на руку, это просто ад-адский. Луис! Ад-адский, короче говоря. Поэтому я прям в печали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok